МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...працовных коллективов, громадских организаций и политических партий. Склад областной и округовых комиссий вызначили сёння на суместном посаджении Президуума Гомельского областного совета депутатов и Абловы Конкама. Усяго своё жадание стать членом областной комиссии выказали 18 человек. У вынику дельники посаджения затвердили 13 кандидатур. Это представители трех политических партий. Коммунистичной партии Беларуси, Либерально-демократичной партии и Республиканской партии «Працы и справедливости», некольких громадских объединений и прационных коллективов, а так само самоволученцы. Частка членов комиссии уже мая в опыт работы на выборах. Для остатних сёлетняя кампания – первая. Так само на суместном посаджении Президуума Совета депутатов и Абловы Конкама обраны 221 член округовых комиссий на 17 выборчих участках региона. Уже завтра комиссии начинают працевать. Спочатку им треба будя брать старшинь и сформировать план будущей деяности. Вошли самые достойные представители как общественных объединений, так и политических партий. Это достаточно широкий политический спектр. Плюс граждане проявили активность и собирали подпись «Поддержка своих кандидатур» для включения в состав комиссии. Это самые лучшие люди, представители всех профессий и всех возрастов. Там есть молодые, есть опытные, пожилые люди. Я думаю, мы сформировали работоспособные составы комиссии. Нагадаем, выборы депутатов Палаты представников национального схода Республики Беларусь отбудутся 11 вересня 2016 года. Делегаты 5-го Усебеларусского народного схода вернулись из Минска. В коллективах и на прационных местах они обмеркивают земляками стратегию развития страны на ближайшие 5 годов. Беларусский металлургический завод на этом форуме представляли два делегаты. С Вячеславом Дьяченко, галонным специалистом по сталеплавильной вытворчасти завода, Сустрелись и наши корреспонденты. Вячеслав Дьяченко на работе уже с 8 годин ранится. Правда, гэтый понеделок почался не так, як звычайно. Треба было обмерковать галонные подеи опошнего тыдня, отказать на питании коллег, які накировали Вячеслава на национальный сход. Людей текало, як буде развиваться краина в ближайшие 5 годов, а разом з'ёй и родный завод. У нас очень много делается на заводе, чтобы нашу продукцию брали, и чтобы мы работали, не стояли. Вот посмотрите, сколько у нас новых цехов открывается постоянно. Так что мы довольны, что у нас всё хорошо. Одно з головных питань, что прогучало нас в ходе – подтримка талиновитой молоди. Гэта особливо важна, коли хаворка идет про инновационные технологии. Зараз Белорусский металургический завод вытремливает жорсткую конкуренцию на международном рынке с боку китайских и японских предприятий. Коя продукция была запотребована, кая працювать не на склад, треба исти у ногу с часом и выкористовывать на вытворчасте самые сучасные подходы. Не только у технологиях, але и у кирования вытворчими процессами. И тут треба иметь специалистов высокого уровня. Если человек грамотный, образованный, то у него всё получится. Главное – саморазвиваться и стремиться к лучшему для себя. Каждый должен определиться, что он хочет, и к этому стремиться. Если желание есть, то всё получится. На заводе для молодёжи это всё есть. Сегодня БМЗ – это один из лидеров сирот металлургичных заводов на постсоветской просторы. По объёме товарной продукции, белорусский металлургичный, выходит улик пяти наибойнейших предприемств в республике, что год заводам инвестуется не меньше к 100 миллионов долларов США в техничное первоузброение, реконструкцию и новое обсталевание. Металлопродукция поставляется в большем 100 краин света. В десятку наибойнейших импортеров – Россия, Египет и Германия. БМЗ в своём развитии и прошлую пятилетку закончила на высокой ноте. Мы имели возможность модернизировать стальволовильное производство, построить новый мелкосортный стан, который выпускает уже сегодня инновационную продукцию, которая востребована такими концернами, как BMW, Daimler, ведущими производителями автомобилестроения. Также эта продукция востребована в робототехнике и в сельском хозяйстве. Развитие инновационных технологий, поддержка талиновитой молоди и поляпшение якости життя людей – все эти вопросы были главной метой национального схода и нашли поддержку с боку делегатов. В этом на керунку и будет развиваться наша краина в ближайшие пять годов. Яугин Поболовец, Марина Северьянова, Игорь Марыщенко, Телерадо и компания «Гомель». В Октябрьском районе отшумел 9-й республиканский фестиваль фольклорного мастатства Берагиня. Больше за 900 удельников с 7 краин света продемонстровали на Гомельщине свои народные традиции. Гучное мероприемство наведал и министр культуры Республики Беларусь Борис Святлов. Про то, как завершился 9-й полику фестиваль, расскажет Ганна Ковалева. На четыре дни Октябрьский район стал местом, где объединялась минулая и сучастность. Тут пройшел 9-й республиканский фестиваль фольклорного мастатства Берагиня. Танцы, песни и докороты на прикладную творчесть минулых 100 годов на им представила миновито молодое поколение. Причем все лето не только из Беларуси, а и из России, Украины, Литвы, Польши, Сербии и Чехии. Тому колонной мы этой Берагиней стало не только захование народных традиций, а и демонстрация их уникальностей как для Беларуси, так и для инших сусветных культур. Фестиваль Берагиня объединял в окол себе у всех нас. Это гонор нашей Октябрьшины, а коллектив Рудобельские озерочки, можно сказать, является застрельщиком этого чудового фестиваля. И он прошел на вот несколько этапов. Свою историю фестиваль в Одессе с 1998 года. Сюля тоже он пройшел в 9-й раз. Дарый, что масштабы мероприемства растут с неверогодной худкостью, починался он как региональный. С часом на бою статус республиканского. И на этом спонять свое развитие не сбирается. Для пораунания у минулый раз удельниками фестивалю были 500 человек. В этом году Амаль у два раза больше. Причем проходил он уже подагидой ЮНЕСКО в рамках конвенции об охове нематериальной культурной и спадшины. Дякую, что тут поширилась окола удельников, удельников, которые представляют замежные краины, то, безумовно, конечно, это наступный шлях, наступный крок, это то, что он станет международным фестивалем. И, по сути, он уже таким собой и являет. Так что, нехай протягивается надалее, добрый шлях, как кажется, в фестивале. Все лето Берагиня складалась из некоторых фестов розных накерунков. Побытовые танцы, музычные инструментальные копылы, вокальное выконание и многое иншее. У целом конкурсанты с поборней шли у девяти номинациях. Наибольшь мощными опынулись коллективы из Воложенского района Минской области и господары из Октябрьского. Замежных жагучно заявили про себя сербские и чешские артисты. Такую оценку дала экспертная рада, в склад, в которой вошли ведомые деятшие культуры и мастатства Беларуси. Однако головной задачей фестивалю было не столько выявлений переможцам, сколько и захований уникальных народных традиций и подтримания коллективов, которые и выходят на сцену в деле этой мыты. Уже само название фестиваля Берагиня говорит о том, что нужно беречь. Это говорит о том, что если те новые поколения, которые сегодня живут в стране, берегут свою спадшину, свою историю, то у страны есть будущее. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телередо, компания «Умер», Зактябрьского района. Супрацовники Бел-Телерадио-Компании собралися на одном со своих самых масштабных корпоративных мероприемствах – традиционным фестивалем «Позаэфиром». Он проходил в Смелевицком районе у этой выходные. Телеведущие, корреспонденты, радио-диджей, гукорежиссеры и другие супрацовники Головного медиахолдинга «Краины» демонстрировали свое творчое и спортивное майстерство. Телерадио-Компания «Гомель» так само приняла уделу в этом веселым и активном мероприемстве. Вероника Ворошилина с подробязностями. Разбить лагерь, развести вогниша, приготовать ежу в походных умовах. Телиновитые, активные и креативные супрацовники Бел-Телерадио-Компании демонстрируют свои таленты не только у теле- и радиоэфиры, а и позаим. Девятый год за пар на неколький день команды у всех структурных подразделений узбираются разом, как показать свои творчие и спортивные сдольности. А еще такая неформальная обстановка на улоне природы, дозволяя коллективам сгуртоваться, обмерковать особные рабочие моменты и подтримать корпоративный дух. Вот такие праздники, они позволяют выехать и расслабиться. Кто как отдыхает, тот так и работает. У нас спортивный отдых, у нас соревновательный отдых, мы знакомимся с друг другом. Здесь рождается много проектов за костром, в палатках, когда профессионалы в течение года просто не имеют возможности. Даже работая в одной компании, то редко видятся, потому что на разных этажах и так далее. Здесь есть возможность сверить просто часы, посмотреть и поддержать друг друга морально. Перед выходом на сцену опошние репетиции творчих номеров у своих лагерах. И вот команда демонструет майстерство уже членам журы и усим присутным. Для этого организаторы пропоновали два творчие конкурсы – визитку и домашнее задание. Тонкие жарты, смелые костюмы, танцы и песни – не каждый мог бы познать. У этих артистах людей, которые створяют серьезные аналитичные программы, керуются делами, и знают, что дня с новинами. Могилев про дачи вещает, а Брест пропонять и простить. Гомель про моду снимает, а в Витерске прикольно жить. Давай, давай! В Витерске жить, в Витерске прикольно жить. Усяго на фестиваль приехали семь команд по одной от Кожной в области и две от Минска. Журы оценивало не только их творческие сдольности, а и оформление лагеров. При этом уличивалась оригинальная мастерская оборона, арт-пляцовок и умения команды створять смачные кулинарные шедевры. Насыщенные и конкурентные отрималась и так само спортивная программа. Волейбольные с поборницей, например, по накале эмоций не соступали профессийным. И группы поддержки могли сопредстоять с самым ведомым фан-клубом. Дорогие лучшими в волейболе стали именно витасупрацовники телерадиокомпании «Гомель». Аматрам спорту пропоновали еще и оригинальную стафету с забиванием цвеков и переодолением широко разных инших пирожкот. А так само у першиню был проведен силовый конкурс на командное кидание бервяня. По выниках усех конкурсов были вызначены команды-пераможцы. Телерадиокомпания «Гомель» все лето, на жаль, не трапила у тройку лидеров. Крихоней дотягнувши, мы опынулись на гоноровой четвертой преступцы. На третью изнялась команда из Могилева. Другими стали супрацовники из Бреста. Пераможцам признана команда культ публичности телерадиокомпании «Витебск». Впечатление однозначно радость. Мы действительно к этому шли несколько лет. Мы очень готовились. И все как один, все очень волновались, все переживали. И действительно, есть ребята, от которых мы не ожидали. Что касается и творческих номеров, кто-то раскрылся очень сильно. И что касается каких-то спортивных состязаний. Галлоны Медаяхолдинг Краины я шерст заказал. Его работники, что дня продукты напрацуют у эфиры, однако не меньше отказны и займально робят и в это что год и позаим. Вероника Врашилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель» со Смолявицкого района Минской в области. У первой лизы футбольного чемпионата в Беларуси отбылся 10-й тур. Гомель «Чегунтранс» потерпел другое поражение «Запар». Столичный промень, обыгравши «Чегуночника» с ликом 3-1, сравнявся с ними по набранных очках и срушил их с третьего места. Светлогорский «Химик» с ликом 2-0 одолел сморгонь и разместился на 8-й позиции. Футбольный клуб «Гомель» протягнул свою переможную серию до 9 матча. У гостя на центральный проезжала столичная торпеда. Футболы, которые показали команды, тяжко назвать «Цикавы». Напевно, отбилась и спякота, которая, навод не глядя на довольно поздний початок матча, не спадала. Большую частку першага тайма гульняй шла у центры поля и до голу ближай были гости. Яны сдолили стварыть по меньшей меры два реальные моменты для ворот господаров. Так было до 42-й хвилины. Гом за справа прострелил у штрафную, где мяш сустрелся с коленом Барсукова и улетел у вороты торпеда. 1-0. Другие таймы мало чым адрозневался от першага. Интрыгу ствары у оборонца Гомеля и гор Траяков, отрымавши на 61-й хвилин, другую желтую и покинувши свою команду в меньшостях. Владимир Журавель заполнил свободное место в обороне шляхом замены. По оборонце Терешченко соступил место на поле оборонцу и Жаковскому. Гости, коль косную первогу выкорыстать с корыстью не смогли, а вось звязка Гом за Барсуков снова спрацавала. На 85-й хвилине Гом за пасом отправил Барсукова в рейд до ворот соперника. Догнать форварда Гомеля оборонцы не смогли, а он не промахнулся, а оформивши дубль. Таким чином Гомель оформил девятую перемогу запор. Зелено-белая лидирует у таблицы. Могилевский Днепр отстает на три баллы. Самое главное сегодня получилась добиться положительного результата. По самой игре начало неплохое, потом торпеды периодически перехватывали инициативу, связанную, в первую очередь, с нашими ошибками в передаче. Не вынуждена потеря мяча в центре поля. Чем больше ты без мяча, в таких поборных условиях, конечно, неизвестно. Как сработали мой результат. Хороший опыт для молодых ребят, которые играют в десяти ром. Я думаю, не обретает этот опыт необходимый. Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин